Завершим программу кратким отчётом о решениях, которые накануне были приняты членами жюри 69-го Берлинского кинофестиваля. Главный поиск Берлинали достался фильму про израильтянина-эмигранта, который, круто меняя судьбу, пытается освоиться в Париже. Это и человеческая, и политическая история, изложенная так, что досталась и Франции, и Израилю, как писали критики о фильме «Синонимы» израильского режиссёра Надава Лапида. Он, кстати, был одним из фаворитов конкурса, жюри которого возглавляла, напомню, звезда французского кино Жюльет Бинош. Гран-при жюри Берлинали, второй по престижности приз, получил антиклирикальный фильм Франсуа Зона «По воле Божьей». Награды за лучшую женскую и мужскую роли достались актёрам Юн Мэй и Ван Цзинчун, сыгравшим супружескую пару в китайской картине «Прощай мой сын». Это фильм-сага режиссёра Вана Сяушуая. «Серебряный медведь» за режиссуру достался Ангели Шанелек, за германско-сербскую ленту «Я была дома, но...». А приз за лучший сценарий получили авторы фильма «Пираньи». Нынешняя церемония вручения наград стала прощальной для 70-летнего Дидера Кослика, который почти два десятка лет возглавлял Берлинали.